МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Вначале коротко о темах выпуска. Пожар на советском проезде. Все службы сработали быстро и четко. Большую помощь оказали строители. 44 эвакуированных и 11 спасенных. И спасенных 5 человек детей. Сотрудники Видновской дирекции киносети получили из рук главы муниципалитета медали к 90-летию района. Век цифровизации, век, когда все обновляется. Сейчас уже повышены требования к подачи информации. В Молоковском веселыми гуляниями отметили День села. Я тебя волнуюсь, радость моя выключать. Сегодня утром на советском проезде в доме номер 13 произошло возгорание в одной из квартир на девятом этаже. Пострадало не менее четырех квартир. Что стало причиной пожара, еще предстоит разобраться следователям. Но точно известно главное. Жертв нет. Жители дома эвакуированы. Огонь локализован в течение короткого времени. В общем, все службы сработали оперативно. О главных героях этого дня в нашем сюжете. Жена просто разбудилась, сказала, там пожар идет наверху. А я поднялся, смотрю, там человек голый стоит. Ну где, ну на этой квартире он живет. Я начал дверь стучать, люди разбудят. Игорь, житель шестого этажа дома номер 13 по советскому проезду, рассказывает, как все началось. И несмотря на то, что все самое страшное позади, он вспоминает минувшее утро с волнением. Тут же десятки других людей. Многие – жители этого дома. Целули их имущество, уверены далеко не все. Пострадала ваша квартира? Нет. Вернее, мы не знаем. Ну, наверное, нет. Сирену пожарных машин услышали, поэтому вышли. И здесь народ сказали, что всех поселяют, чтобы прекратить возгорание. Начался пожар на девятом этаже примерно в половине девятого утра. Время, когда многие еще не успели уйти из дома. Свидетели происшествия не только снимали все на мобильные телефоны, но и срочно вызывали спасательные службы и скорую помощь. Первая бригада увезла хозяина квартиры, где и случилось возгорание. Он обгоревший был, и его вот увезли на скорой помощи. Но на место приехала вторая бригада скорой помощи и дежурила до конца тушения пожара. У пострадавших было двое. Насколько я понимаю, у женщины поднялось давление. Артериальное давление было немножко повыше, чем положено. Наверное, скорее всего, это из-за психоэмоциональной нагрузки. А у мужчины, из-за которого произошел пожар, скорее всего, были какие-то ожоги. Но мы дежурим так, как может быть еще что-то. Кто-то мало ли где-то остался, потому что пожарные оттуда еще не спустились. Пожарные расчеты прибыли на место в течение нескольких минут. Техника была направлена по повышенному номеру вызова, как говорится у спасателей. Это лестница, которая смогла достать до верхних этажей. По прибытию происходило интенсивное горение на девятом этаже квартиры. Плюс уже прихватило десятый этаж балкон. По прибытию мы сразу стали эвакуировать и производить спасение с вышлежащих этажей, потому что дым поднимается наверх. 44 эвакуированных и 11 спасенных. И спасенных 5 человек детей. Большую помощь в эвакуации оказали строители, которые в эти дни проводят отделку фасада здания. Бригада как раз начинала свой рабочий день, когда прораб Владлен Бадамшин заметил пожар. Вызвал сразу МЧС. Соответственно, пока их дожидались, ребята сориентировались. Люди хотели реально выпрыгивать уже с окон. Была возможность спускать людей на люльках. Спасение жителей девятого и десятого этажей происходило с помощью вот этой вот люльки. Строители спасли более 40 человек. Говорят, хорошо, что не отключили электричество. Анна Митюкова приехала из Магадана в гости к племяннице и стала участницей происшествия на советском проезде. Ее и других обитателей квартиры на 10 этаже спасли строители. За что Анна Кузьминична им очень благодарна. А еще гостя нашего города дала всем дельный совет. Не захламляйте, пожалуйста, пожарные лестницы, балконы. Не забывайте о жизни, о своих и о других. Их обязательно поощрим. Ну и, конечно, мы рады, что у нас в команде областной работают такие отважные люди. Благодаря каждому в отдельности и в целом всем службам в этом случае обошлось без жертв. Но это еще один пример, который должен напомнить каждому. Правила пожарной безопасности – одни из важнейших в нашей обыденной жизни. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Сотрудникам Видновской дирекции киносети вручили медали к 90-летию Ленинского района. Торжественная церемония состоялась в историко-культурном центре. О том, как мы приняли медальную эстафету у других учреждений муниципалитета, расскажет наш молодой коллега Арсений Рогозянский. В состав Видновской дирекции киносети входит телеканал «Видное ТВ», газета «Видновские вести», инженерная служба и кинотеатр «Искра». Символично, что церемония награждения сотрудников учреждения памятными медалями состоялась в День российского кино. Виновников торжества поздравил глава муниципалитета Валерий Венцель. Со всей душой понимаете свою степень ответственности. И, вы знаете, век цифровизации, век, когда все обновляется. Сейчас уже повышенные требования к подаче информации. Я уверен, что мы все-таки перед собой эту планку, которую ставим, быть лидерами в Московской области, все-таки исполнили. Среди награжденных Владимир Меньшов, который 35 лет возглавлял Видновскую дирекцию киносети. Владимир Степанович не просто основатель учреждения. Он дал путевку в жизнь многим из тех, кто сейчас трудится в организации. В своем коротком выступлении он напомнил коллегам о главном принципе работы каждого сотрудника. И киномеханики, и телемеханики, и газетчики, и телевизионщики помнили и создавали положительный образ. Он нам сейчас необходим, как никогда. Если мы этого не сделаем, не сделаем, то мы без этого попадем. Видновская дирекция киносети постоянно развивается. Недавно наш телеканал перешел на новую сетку и формат вещания. Меньше года назад газета «Видновские вести» сменила дизайн. Интереснее становится и внутреннее содержание. И кинотеатр «Искра» после реконструкции поменяет внешний облик. Все это делается для жителей муниципалитета, телезрителей, читателей, любителей кино и мультфильмов. Для того, чтобы они всегда были в курсе происходящего и могли хорошо провести свое свободное время. Несчетное количество раз «Видное ТВ» выезжало на съемки вручения медалей учреждениям муниципалитета. Теперь медали добрались и до них. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Пока небезызвестный робот Федор бороздит космическое пространство, на Земле в Ленинском муниципалитете учителя и руководители учебных заведений активно постигают азы робототехники. Происходит это в рамках ежегодной педагогической научно-практической конференции. За процессом обучения наблюдал Максим Козлов. Нынешняя педагогическая конференция посвящена довольно интересной теме. Звучит она так. Привлечение детей к техническому творчеству и стимулирование развития инженерного мышления посредством робототехники и 3D-моделирования. Все участники мероприятия настроены на продуктивную работу. Я впервые участвую в этой конференции. Я жду приобретения деловых контактов, знакомства с коллегами, потому что не так давно работаю в образовательной сфере, получение знаний и приятных эмоций. Я вот, например, собираюсь идти на лазерную резку. Честно говоря, ни разу не видела, что это такое. Посмотрим, поэтому узнаем. На такой конференции первый раз. Я еще не знакома с робототехникой, поэтому я буду знакомиться с ней впервые. Я слышала, что это сейчас очень популярное направление, поэтому очень хочется с ней познакомиться поближе. В нынешней конференции участвуют 500 человек – преподавателей и руководители учебных заведений района. После сбора и регистрации все отправляются по классам. Вы видите, сегодня представлены у нас роботы. Впервые мы о роботах узнали 100 лет назад. И вот сегодня уже посмотрим, что наши дети сами умеют делать своими руками. Мастер-классы проводятся отдельно для педагогов начальных, средних и старших классов. В ходе урока даются не только теоретические, но и практические знания. Роботу нужно самостоятельно найти путь из точки А в точку Б. Как вы думаете, какой алгоритм мы здесь будем использовать? Темы мастер-классов довольно разнообразны. Трехмерное моделирование, программирование, сборка роботов. Нынешняя научно-практическая педагогическая конференция проходит в 11-й Видновской школе. И это не случайно. Учебное заведение было открыто только в прошлом году. Оно оснащено по последнему слову техники и позволяет педагогам внедрять самые разнообразные образовательные программы. А также делиться своими знаниями и умениями с коллегами. Преподаватели на мастер-классах – молодые специалисты из Академии роботов. Эта организация занимается популяризацией робототехники. Есть блок, и на нем нарисованы моторчики, руль, спидометр, означает скорость, стрелочка обозначает направление и так далее. Они сразу видят, у них создается ассоциация. То есть они видят блок и понимают, что он делает. Соответственно, они настраивают его. То есть, на удивление, справились очень легко, никаких не было проблем. Они все сами написали и все запустили. Было интересно, как программирование преподавать в младших классах, в начальной школе. И вот такая игровая форма, как скретч, я думаю, что позволит ребятам уже с таких вот, с юных лет, заинтересоваться моим предметом. После мастер-классов педагоги отправились в актовый зал. Перед входом в него участников встречал плакат с несколькими фотографиями. Но на самом деле это был демонстрационный стенд дополненной реальности. Это наше приложение, персональный, Акреативик называется. Оно загружает видеоконтент, прикрепленный к данному баннеру, и оживляет его. Камера планшета наводится на фотографию, происходит процесс загрузки интерактивного контента, и неподвижная картинка оживает. Еще один детский сад предстояло открыть в деревне Боброво. Вот так. То есть репортаж, видный ТВ, можно посмотреть, просто подойдя к этому плакату. Научно-практическая конференция продолжилась пленарным заседанием. Стоит отметить, что первые кружки по робототехнике появились в Ленинском районе три года назад в трех школах. Сегодня уже в 15 учебных заведениях ребята имеют возможность осваивать эту науку. Ребята уже приняли участие в различных соревнованиях. А в апреле текущего года прошел первый районный фестиваль по робототехнике, который показал, что практически все участники мероприятия обладают нестандартным мышлением и способностями конструктивной деятельности. На пленарном заседании выступили представители высшей школы, которые рассказали о российских разработках в области робототехники и поделились своими наработками в процессе преподавания столь непростой науки. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Одно из старейших в нашем муниципалитете Молоковское поселение отметило свой день рождения. В честь этого праздника прошел концерт, который посетили и высокие гости, и, конечно, местные жители. Побывала здесь и наша съемочная группа. Еще в 1328 году в духовной грамоте Ивана Калиты впервые упоминалось село Ириненское. Сейчас же оно носит имя героя Советского Союза, уроженца этих мест, летчика Василия Сергеевича Молокова. В честь дня основания поселка состоялся праздничный концерт. В течение вечера на сцену выходили талантливые артисты. Их душевные песни и зажигательные танцы с легкостью покорили молоковчан. Яркие номера представили студии эстрадных танцев «Гюнеш», фолк-группа «Млада», хореографический ансамбль «Надежда». А настоящим гимном любви к своей родине стала песня «Матушка Русь». Прозвучало и много теплых, искренних слов. Поздравить жителей приехал глава Ленинского района Валерий Венцель. Хочется пожелать процветания, счастья и благополучия замечательному поселению, поселению Молоковское, которое действительно хранит историю, действительно хранит традиции и все самые лучшие традиции передает подрастающему поколению. В этот вечер получился своеобразный молоковский флешмоб. В своих чувствах малой родине признавались все. Судьба Лидии Изюмовой навсегда переплелась с этим краем. Женщина живет здесь уже 45 лет. Наша молокова, она росла и развивалась на моих глазах. Сначала было все плохо, ни тротуаров, ни дорог, ухабины, все такое. Сейчас красота, мне умирать не хочется. Я хочу жить в этом поселке, который растет, благоухает и развивается. А вот Ольга Шевкун стала местной жительницей недавно. Она переехала сюда три года назад вместе с мужем, сыном и дочерью. По признанию молодой мамы, тут комфортно растить детей. У нас открыли здесь новый комплекс спортивный. Все, в принципе, недалеко. Свежий воздух, красивые площадки. И в целом, да, все нравится. За свежим молоковским воздухом приезжает Олеся Пеганова. Она живет в столице, но в теплое время года всегда в здешних краях. Мы очень любим наш молоковский район. Прекрасная погода, замечательно. Лето здесь очень. С удовольствием с детьми проводим лето. По сути, как не крути, близкие люди, близкие люди, я и ты. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. А у нас на этом все новости. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok